Шалом Хаварим! Здравствуйте, дорогие друзья! Еврейский мессианский портал eshoa.org поздравляет всех вас с праздником Песах, праздником весны, свободы, праздником, символизирующим новое начало. Более чем 3300 лет назад великий Бог Израиля повел свой народ в исход из египетского рабства в землю обетования. С тех пор каждый год мы вспоминаем об этом масштабном действии, вспоминаем о том, что очень часто на протяжении этих 40 лет вера народа сменялась вдруг разочарованием, восторг рассыпался и превращался в ропот. Когда читаешь эти строки, видишь, как это все похоже на нас, на всех тех, кто доверился Богу и пошел согласно Его воле из рабства греха в свободу Божью. Мы видим, что Израиль таки дошел до земле обетования и можем надеяться, что и у нас все получится. Мы тоже сможем, если останемся верны. Мы записываем этот поздравительный ролик на фоне Старого Иерусалима. И этот город помнит события, которые произошли здесь почти 2000 лет назад в дни праздника Песах. Господь Ишоа, который проповедовал здесь истину, любовь и самим собой являл пример Божьей святости, тогдашними правителями страны и религиозными вождями был арестован, и ему предъявили обвинение в богохульстве, в преступлениях против храма Торы и народа Израиля, после чего он был казнен позорной смертью на кресте. На каком-то этапе казалось, что ложь победила, что тьма одолела свет, но потом он воскрес, и это дает всем нам надежду. Надежду на то, что что бы ни происходило сейчас, как бы сейчас ни глумилась ложь, правда все равно восторжествует. Когда я говорю об этом, я вспоминаю, что людей, которые в наши дни восстали против лжи, воровства, коррупции, обвиняют в фашизме, когда агрессивный захват назван чуть ли не освобождением и спасением, я напоминаю себе и всем тем, кто огорчен, друзья, правда победит, потому что Господь есть правитель мира, и Он воскрес. И также я хочу напомнить, что Дух Святой, который живет в каждом из нас, Он учит нас отличать ложь от правды, тьму от света, учит видеть, потому что исцеляет нас от духовной слепоты. События, которые происходят сейчас в политике, показывают, насколько же мы, верующие, еще слабы, насколько еще много в нас агрессии, зла, насколько мало смирения. И это лишний раз подталкивает нас к тому, чтобы переживать Песох, помнить о том, что Бог предлагает нам идти по узкому пути спасения, по пути любви и милости. С праздником вас, дорогие друзья! С праздником Песох! С праздником весны свободы! С праздником нового начала! Шалом!